Главы и руководители органов местного самоуправления, представители правительства Иерусатома и 180 городов высокого научного потенциала собрались на шестом форме городов. Он прошел Севастополь в рамках Архипелага 2022. Участие в нем принял и председатель Думы Сарова Антон Ульянов. Главная цель – это технологический суверенитет нашей страны, который, собственно говоря, такие города, как наш, и обеспечивают. И говорили о том, чтобы сохранить этот суверенитет, обеспечить его необходимо, чтобы города эти развивались опережающими темпами, чтобы сюда стремились молодые специалисты, чтобы они здесь работали, закреплялись. Участники форума обсудили сервисный инфраструктурный подход к развитию российских городов, который разработала Агентство стратегических инициатив. Его главная особенность в том, что он человекоориентированный. Представители МСУ должны понять, кто их целевая аудитория, кто обеспечивает решение той самой задачи по обеспечению обороноспособности страны. Также необходимо решить, какой набор услуг или сервисов. Необходим для жителей каждого конкретного города. Наша задача не просто, чтобы молодые специалисты закрепились, но и удержать их. Не только интересные задачи, которые он решает в институте, хорошие зарплаты, без сомнения, это все есть, но и комфортной городской средой. Чтобы здесь его дети получали качественное образование. Это один из сервисов, который мы считаем критически важным. Чтобы вся семья этого специалиста получала возможность качественно лечиться. Кроме того, внимания нужно уделять и различным видам досуговой деятельности. Как считает Антон Ульянов, если обеспечить минимальный набор этих сервисов, то город станет более привлекательным и позволит специалистам, не только молодым, оставаться здесь, развиваться, работать и растить детей. Вопрос о том, что вот эта инфраструктурно-сервисная модель будет внедряться, он практически решен. Если это случится, наша задача попасть в первые 15 пилотных городов, в которых эта модель будет реализовываться. То есть мы хотим, чтобы в Сарове реализовывался наиболее современный разработанный подход, направленный на развитие города. И эту задачу удалось решить. В тот же вечер, когда Антон Ульянов дал нам интервью, глава города Алексей Сафонов написал на своей странице ВКонтакте, что Саров вошел в число пилотных городов для внедрения сервисно-инфраструктурного подхода. В пилотных городах проведут комплексный анализ существующих проблем и разработают проекты для удовлетворения потребностей жителей. Также сформируют нормативно-правовые акты, которые будут определять механизмы и источники финансирования этих проектов. Кроме Саровов, список пилотных городов попали Цуолковский, Обнинск, Заречный, Озерск, Снежинск, Десногорск, Железногорск, Зеленогорск, Курчатов, Сосновый Бор, Дубна, Королев, Полярная Зорья, Глазов, Димитровград, Кольцов и Валдей.